Из чего было, решил построить забор. Было, кстати, песок и железо Неркино. Получилось весьма достойно. Будем надеяться. Серьезно? Он железо такой... Красиво зато будет. Пройдем Майнкрафт по-красивому. Майнивно с вами. Всем привет. И сегодня у нас реакция на видео с канала Квадратное. Ну, довольно интересно. Это смогут ли ютуберы пройти Майнкрафт, играя по очереди? Что-то странное, необычное. На самом деле, такого я раньше не видел. Давайте посмотрим. Погнали. Сегодня у нас эксперимент. Попробуем выяснить, насколько организованы наши отечественные Майнкрафтеры. И сможет ли каждый последующий продолжить дело предыдущего. Это прикольно. В одном эксперименте с игроками буквально недавно проводил БАВ. А потому, сегодня он будет нашим первопроходцем. Фамилия и отчество. То есть, у БАВа тоже было это видео? БАЛИН, ну ладно. Я не буду отвечать на эти вопросы. В сегодняшнем эксперименте будут участвовать 11 человек. Блин, так хотелось гостик БАВ. У каждого из них есть 15 минут на реализацию своих планов. При этом, после обнуления таймера, весь прогресс переходит к следующему игроку. Всего в распоряжении Майнкрафтеров будет чуть более 2,5 часов игрового времени. Говорят, что сей промежуток вполне возможно пройти Майнкрафт по меньшей мере 13 раз. Первым присоединился БАВ. Мир исказился, визуальный таймер перестал работать и было у него, по сути, бесконечное время. Но это лишь на первый взгляд. За первые 15... БАВ опять сломал. БАВ ломает логику Майнкрафта. Вот такой вот БАВ, да. Неплохо. Есть еда. Что? Что? Вот и пообщались с Неркиным. И нашел, и нашел. Нашел только куриц. Погиб пацан. Справился открывать просторы Майнкрафта. Норму по контенту, можно сказать, перевыполнил, потому что обнаружил деревню, храм Иванпост. Майнкрафт, конечно, моя жизнь. Но знаете, что еще моя жизнь? Это подписчики. Я смотрю, что большинство людей смотрят мои ролики, не подписываются. А как же? Автор может покушаться, если не подписываются. Поэтому подпишись на меня и на Квадратного. Пожалуйста. Ну что ты? Ну пожалуйста. Открыл Майнкрафт по-новому. Это пятерка в ролике Квадратного. Сейчас навалим контента от ароматного. Я пошел. Все, давай. Видимо, я не подхожу. Ориентируясь на ориентировочные ориентиры, данный персонаж пошел наказывать зайцев. Далее, очевидно, злутал деревню и добыл еды. Решив, что этого будет хватит, вернулся за ресурсами и занялся обустройством пустынного храма под будущую базу. Профессионально залутал сундуки, активировал портал в ад, зашел, вышел, оставил послание и аннигилировал. Как бы нам не нравился Майнкрафт, спорить с тем, что он лагает, не будет никто. Но почему так вышло? Очевидно, игра в миру старая, прошла через руки многих разработчиков и порой не самых... Как будто бы другой ролик начался. Сейчас будет реклама, да? Сейчас будет рекламная интеграция. Иногда хочется просто взять и саму переписать эту игру нормально. Но что делать, если навыков не хватает? Очевидно, здесь я помогу. Реклама — это хорошо, реклама — это хорошо, автор покушает. Сколько тебе лет? 32 годика уже. О, пора в гроб ложиться. Грустно вообще-то. В моем плане отожительства Дима был в шоке. Очевидно, начал наводить красоту. Буквально из чего было, решил построить забор. Было, кстати, песок и железо Неркина. Получилось весьма достойно. Будем надеяться. Серьезно? Он железо такой... Красиво за тобой будет. Пройдя в Майнкрафт по-красивому. Красавчик. Правильно сделал. Не зря Шнеркин, рискуя собой, добывал железо для забора скрынника в конце-то концов. Вообще не понимаю, что сейчас будет происходить. Давай только не спрашивать, почему нет видосов, типа, что ты делаешь? Почему ты скатился, типа, там... После того, как Женя выбрался с лодушки Димы, он пошел спать. Собрался духом, срубил локацию... Сколько, блин, популярных, блин, ребят, и все имена знакомые, и те, кого я раньше даже иногда посматривал. С ума сойти. Ноу и отправился в ад. Биом оказался абсолютной подставой, но Евгения это ничуть не испугало. Он и все последующие игроки старались делать так, чтобы в последующем в аду играть было комфортней, и никто не умер. Сколько детей ты съел вчера? Что? Блядь, ты шо, рофлишь с этим вопросом? Ожидаемо, Альфедов продолжил дело Евгехи и отправился искать Фортресс. Было сложно, времени ушло много, но, к великому сожалению, результата это не дало. По крайней мере, он стремился и даже приблизился к всеобщей цели. Сколько денег успел купить? Много, супер много, но... Пока что недостаточно много, чтобы купить остров в Оке... Вот он богатый, успешный блогер по Майнкрафту, ребята, вы говорите, вот это Майнкрафт, игрушки соиграет, вот, он деньги покупает. Оказалось, что успешно сломалась кирка. К счастью, проблема быстро решена, а Фортресс был найден за пару минут. Пугод принял решение нафармить палок Блейза, потому что Бастион по-прежнему не найден, а крафтить глаза из чего-то надо. Да и возвращаться обратно не особо-то и хотелось бы. Осталась лишь небольшая проблема, заключающаяся в том, что железной кирки по-прежнему не было. Железнее оказалось даже в самом деле различного портала, а потому единственным выходом из данной ситуации была лишь торговля на уже имеющееся золото. Когда в последний раз брился? Интересный вопрос. Погоди, а почему я тебя не вижу? Альцесту выпала достаточно сложная задача. Не умереть в Бастионе от Брутов, не умереть по пути домой, ну и по возможности... Да, думаю, мне кажется, самое сложное, тем более, учитывая, что ад как... Как же преобразился ад за последние 15 лет, если в шахте, о чём я? Но там реально сейчас сложно выжить, там вообще жёстко. ...что-нибудь с торговли. Лёха справился на отлично. Выбрался с Бастиона, налутал золото, 13 джемчуга, взели и прочих приколюх. Прошёл на сколько хватило времени и передал эстафету спидраннерам. Ленин стоит, да? Да. О, Модичат. Да. Так. Сколько сантиметров твоя борода? Не знаю. Я не мерил. Из-за всех Майнкрафтеров в самом, пожалуй, странном положении оказался Модичат. Путь к порталу был безнадёжно утрачен, но этот раз нам повезло, удалось обнаружить залутанный портал Пугода. При помощи чёрной магии за несколько минут была обнаружена деревня и крепость Края. Портал, к сожалению, Модичат наружу не успел. Куришь? Я не курю, но я парю вейп. Реальный. Первый минут шесть. Парю где хочу, законом не запрещено. Пуни искал именно его. Торта, не дым. Было сложное, было страшное, но в целом успешно. Дальше классик. Поставил кровать, добыл блоки и отправился в новый мир. Сходу расстрелял кристалл и начал кошмарить дракона. Что думаешь по поводу торта? Что думаю по поводу торта? Торт всегда лжёт. Торт это ложь, да? Да. Могло бы казаться, что это конец, но Жеку умудрился выжить. Да это умирал только Неркин. Дважды. Думаешь, что там много? Заквель так не считает, а потом помимо убийства дракона умер трижды за пять минут. Майнкрафт был пройден, но мы-то с вами прекрасно понимаем, что это далеко не конец. Зак напоследок хотел поставить... Не, слушайте, неплохо, Зак нормально, он бьёт рекорды. Какая разница, антирекорды или просто, и разницы нет. На ферма чешуйниц это, пожалуй, не самое интересное, что может быть в этой игре. А потому отправился исследовать мир и лутать кораблики. Действия сегодняшних участников были вполне очевидны. И это понятно, ведь все сперва проходят игру, а затем уж... Это видеоэксперимент. Если оно вам понравится, то вскоре выйдет вторая часть, где я найду ещё 39 контент-мейкеров. Посмотрим, что будет дальше. Прикольно, прикольно. На самом деле очень круто. Я в Майнкрафт, конечно, миллиард лет не играл. Но это круто, очень прикольный опыт был бы. Интересно, интересно. Слушайте, это прикольно. Это прикольно. Мне понравился видос, мне понравилась идея. 30 контент-мейкеров это вообще длиннющий ролик получается. Я бы это посмотрел. Я бы это посмотрел. В что вы думаете? Кстати, подписывайтесь на квадратно. В что вы не подписаны на квадратно? А надо подписаться было. Ссылка на него есть в описании. Переходите, подписывайтесь. А так, всем удачки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok